Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Давай Запишем. Сегодня мы вам покажем и расскажем, что собой представляет USB-микрофон BOYA BY-PM700. Поехали! Всё больше и больше появляется сейчас на рынке подобных игрушек, способных захватывать не только моносигнал разными направленностями, но ещё и писать в стереорежиме. Чего только лично мне не пришлось прощупать за последнее время. Это и M-Audio Uber Mic, и C44 Lira от одного из подразделений Harman, и HyperX QuadCost, и, конечно же, наделавший ажиотажа в своё время Blue Yeti. Кстати, он сегодня тоже с нами и будет в некотором роде конкурировать с нашим главным персонажем. Так вот, все эти перечисленные микрофоны имеют практически одинаковую стоимость, где-то 12-13 тысяч. Боя чуть дешевле. И здесь сразу всем становится понятно, почему в этот список я не определил тот же мультидиаграммный Luit LCT640 TS. Нечего ему тут делать со своим XLR-подключением и ценником в 1000 долларов? Между делом появляется вопросик, а чего они все вдруг кинулись изобретать подобное? А всё просто, спрос товарищей рождает предложение. Чего говорить, если масса народа занялась производством ASMR-видео, да и просто рядовой геймер или влогер уже желает звучать панорамно и объёмно. И надо согласиться, стереозапись пусть даже одного голоса звучит более эффектно, нежели прямолинейная моно. Да ещё не дай бог в какую-нибудь копеечную петличку. Дальше. Помимо почти одинаковой цены, все подобные микрофоны имеют и одинаковый функционал, и одинаковое управление. И, наконец, никто не парится над тем, чтобы что-то изменить по внешнему виду. Это некая станина, и к ней по бокам прикручивается само тело. Всё. Вот и боя не стали ничего выдумывать. Взяли кусок железа, прилепили снизу резинку и ещё просверлили в микрофоне дырку для установки на стойку. За что, кстати, спасибо. Часто установка микрофона просто на столе посылает на запись очень много лишнего шума. Ну ладно, давайте ближе к делу. Итак, два похожих образца с разницей в 1000 рублей. В блюете дороже, значит, он стопудово круче. Спереди кнопка Mute и громкость наушников. Сзади усиление сигнала и переключатель направленности. Напомню, их четыре у обоих. Кардиоида круговая, восьмёрка и стерео. И снизу подключение наушников, USB-мини и крепление на стандартную стойку. Прямо близнецы, братья. Что по цифрам. Частотки у обоих 20-20 тысяч, капсули 3 штуки по 14 миллиметров и у одного, и у другого. Разрешение 1648 тысяч также у обоих экземпляров. Выход на наушники у блю 130 милливатт на 16 омах, что эквивалентно 8 милливаттам на 250 омах. И это немало. Ну а обоя почему-то о своём нигде не пишет. Будем выяснять. Если окажется, что по этому показателю они будут отличаться, я обязательно об этом скажу. Ну а если промолчу, то знайте, что и здесь они полностью скопировали Yeti. Что ещё? Килограмм с подставкой Боя, полтора, ах, блю Yeti. USB-шный проводочек в комплект дали обоим. Слава богу. Ну что, друзья, давайте наконец послушаем, на что способен наш Боя BY-PM700. Немножко поговорим в него и сравним с блю Yeti. Пете играть на гитаре, наверное, смысла нет никакого, потому что результат заранее будет понятен. А вот что касается шумности этих микрофонов, это важно. Вот с этого и начнём. Слушаем микрофон Боя на кардиоиде на 50 процентах громкости. И теперь на максимуме. Та же процедура с блю Yeti. Это 50 процентов громкости. И сейчас будут все 100. Ну а теперь слушаем, как они себя ведут на речи человеческой обыкновенной. Принцип работы микрофона заключается в том, что давление звуковых колебаний воздуха действует на тонкую мембрану микрофона. В свою очередь колебания мембраны возбуждают электрические колебания. В зависимости от типа микрофона для этого используются явления электромагнитной индукции, изменение ёмкости конденсаторов или пьезоэлектрический эффект. Первый конденсаторный микрофон был изобретен инженером Эдуардом Венте в 1916 году. Дорогие друзья, на этом всё. Немного, ну а больше-то и не надо. С микрофоном познакомились, в работе его услышали. Теперь вы знаете, что оно такое есть и, возможно, кому-то этот микрофон даже и понравится. Пишите, если есть что сказать, задавайте вопросы, если они у вас появились. Ну и, конечно, оставайтесь в компании с нами. До новых встреч! С вами был Александр. Все время хочется пить. Внимание, жопа. Почему-то. Камера-мотор, да? Мотор. Нет, камера у тебя, мотор у меня. Поехали. Так, ты не можешь не останавливать. С удовольствием. Потому что тебе вставать, ходить, это вообще не о чем. Так.